всем привет мои любимые дорогие зрители добро пожаловать на мой канал на мою кухню всех очень рады здесь видеть уже в новом наступившем 2024 году всех поздравляю с новым годом желаю как всегда мирного неба счастья здоровья пусть все ваши близкие будут живы здоровы рядом а мы с вами сегодня приступаем к новым рецептам надеюсь что все вы уже оправились от новогоднего стола от этой майонезной комы и так сегодня мы вместе с нами приготовим ну очень очень вкусные бездрожжевые хачапури на очень быстром тесте на кефире и так что нам для этого потребуется теплый кефир комнатной температуры все ингредиенты должны быть комнатной температуры чтобы тесто у нас лучше получилось быстрее отдохнула и так в емкость вливаем кефир все пропорции обязательно напишу под видео в описании кефир берите любой жирности у меня по-моему два с половиной процента и так здесь у меня сода буквально одна четвертая или одна третья чайной ложки соды всыпаем кефир нам необходимо погасить соду в кефире сейчас появится реакция итак появились пузырьки добавляем одну треть чайной ложки соли перемешиваем затем у меня здесь 70 граммов сливочного масла масло тоже комнатной температуры как я уже сказала видите мягкая размягченная оставьте на некоторое время на кухонном столе или на батарею можно положить чтобы она легче водилась с тестом и так вот хорошенечко перемешиваем и а начинаем водить муку а муки у меня здесь всего 300 граммов а мука обязательно конечно же просеянная и так вводим муку в несколько приемов в любом случае и замешиваем тесто и так мои дорогие венчиком уже тяжело стало вымешивать тесто очищаем венчик и дальше будем работать либо ложкой либо вот такой вот деревянной лопаткой и так вводим постепенно муку замешиваем мягкое податливое тесто тесто можно быстренько замесить вот так вот как я сегодня в мире миски можно воспользоваться планетарным миксером можно на столе его хорошенечко вымесить и так у меня здесь в миске было ровно 300 граммов муки может потребоваться чуть больше или меньше вот на пару щепоток для для того чтобы хорошенечко вымесить тесто я добавлю еще буквально щепоточку для того чтобы тесто меньше прилипало к рукам ну ориентировочно 300 граммов плюс-минус пару щепоток видите все уже достаточно вот дорогие мои вот такое мягкое приятное податливое тесто у нас должно получиться оно абсолютно не прилипает к рукам и так помещаем тесто в миску накрываем чистым полотенцем и отправляем в сторону буквально минут на десять-пятнадцать пока приготовим начинку тесто у нас будет отдыхать и так мои дорогие пока тесто у нас отдыхает а приготовим начинку начинка у нас очень простая у меня здесь 200-250 граммов сыра сулугуни можете взять любой сыр который вы предпочитаете использовать хачапури и вот таким вот образом пропускаем через крупную терку так мои дорогие прошло 15 минут тесто у нас уже успела хорошенечко отдохнуть здесь у меня мука чуть-чуть припыляем рабочую поверхность мукой тесто у нас такое прямо стало мягкое очень очень податливое делим тесто на две равные части из данного количества у нас получится два таких вот круглых больших хачапури отругляем и начинаем формировать хачапури разогреваем духовку до 180 градусов пока мы будем формировать хачапури пусть духовка хорошенечко нагреется слегка подпыляем рабочую поверхность мукой и вот таким вот образом слегка раскатываем тесто берем половину нашей начинки наделим начинку на две равные части берем половину и заворачиваем как хинкали вот таким вот образом сейчас еще крупным планом вам покажу вот так вот хорошенечко защипываем а не переживайте тесто очень мягкая очень приятно с ним работать она практически не пристает ни к столу не к рукам очень податливая и с легкостью принимает форму раскатываем вот так аккуратненько а диаметр примерно 20 сантиметров перекладываем хачапури на профиль застеленной бумагой для выпечки либо силиконовым ковриком аккуратно придаем форму здесь у меня один желток можно в желтку добавить столовую ложку воды либо молока перемешиваем хорошенечко смазываем качапури так нам необходимо проколоть тесто вилкой в нескольких местах для того чтобы воздух свободно выходил и сверху также посыпаем сыром сулугуни чтобы была красивая зажаристая такая корочка но это по желанию если не хотите можно оставить так без сыра все мои дорогие отправляем выпекаться при 180 градусов у меня режим верх-низ конвекция до готовности все Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 за активность на моем канале, всех вас люблю, целую, обнимаю, пока-пока!